Вы что делаете во время паники? Чтобы преодолеть панику, нужно заняться аналитикой своего бизнес-лайф-процесса. Я так это называю – бизнес-лайф-процесс. То есть вы должны разбить день или неделю на решение задач, которые в этих условиях вам надо решить, выставить приоритеты. И забрав первый приоритет, вот эта главная задача, она связана и стратегически, и тактически, и после этого обращаться к информационной ленте, часть всего в Телеграм, и забирать информацию, не беситься по всем поводам. Ах, там вот это, ах, вот это, да? А забирать ту информацию, которая поможет вам решить первую задачу. Все паники уходят. Вы становитесь таким прямо аналитическим, серьезным, антикризисным топ-менеджером, который решает задачу. Я же тоже надеюсь, как и все нормальные люди на переговоры, и что эти переговоры вначале будут клунацкими, каждый выставит неприемлемые условия, а потом, это чистый торг, а потом постепенно куда-то что-то сдвинет. Но паника при таком анализе, когда ты не паникуешь, а-а-а, какой кошмар, а-а-а, какой кошмар, ой, я узнала, что там танки взрываются, ой, вот знаете, ну, никому от этого пользы нет. Я просто думаю, что, ну, если мы говорим не про сегодняшнее состояние, а в принципе про рабочий процесс, что когда у тебя мало информации, отсюда и рождается паника, как только ты понимаешь. Нет? Нет, 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 нет. Сейчас, ребята, все по-другому. Сейчас вся паника от того, что очень много фейк-информации. У нас немало информации. В интернете информация завалана. Она на 80% фейковая. По любому поводу отключаемся от сегодняшней... От всего, что происходит. Отключаемся, да? Все равно фейк на 80%. Поэтому первый этап. Нужно понять, чего вы хотите, и тогда паника уходит. Это самый сложный вопрос, на который большинство, особенно молодых людей, ответить не могут. Нет, ну серьезно. Человек не хочет говорить сам собой честно. Нет, ну давайте я вам сейчас скажу. Я хочу жить в прекрасной демократической стране. Это вы опять приложили ответственность на внешний мир. Почему? Я готова выбирать на свободу. Потому что прекрасная демократическая страна сегодня невозможна. И в ближайшее время. Если вы готовы бороться, тогда это другая хотела. Тогда хотелка, я готова идти в подполье, брать оружие, я готова сидеть в тюрьме, я готова жизнь закончить в самых жестких условиях в любой момент, но я революционер-боец. Я этого хочу. И тогда у вас будет соответствующий шаг. А типа я хочу жить в чем... Нет, что вы хотите сделать, для того, чтобы вам это принесло удовольствие. Или другой человек говорит, я не хочу на баррикады, и я понимаю, что это все бесполезно, остановить это все невозможно. Народ все равно по большому счету сегодня бедный, а бедным людям в общем терять нечего. Знаете, от того, что Украина там с кем-то ссорится, в Штаты чего-то какие-то айпеды не будут поставлять, и кто-то в Европу летать не будет, им дала лампа. Они и так не летали, и айпедами не пользовались. Понимаете, а у нас люди бедные. И в регионах замороченные федеральными каналами. Ну, конечно, ничего не будет. Поэтому это бесполезно. Поэтому я проанализировала и понял, дальше что я хочу. Я хочу при этом жить в демократической стране. Значит, я выстраиваю, что целую программу, это мой главный приоритет, каким образом я свалю в демократическую страну. Это тоже непросто. Надо уметь продать имущество, нужно понять, как туда залететь, чем ты будешь там заниматься, как ты получишь рабочую визу. Это все надо проверять. И чем ты там будешь заниматься. Это большой план. И без всяких нервов, если ты его начинаешь разрабатывать, у тебя все паники уходят. Или, мой пример, я остаюсь в стране. Если здесь дойдет все до ручки, будем смотреть. Но я не мыслю в своей жизни в качестве эмигранта в другой стране, спасая свою шкуру. И что, вы хотите сказать, что вы не найдете себя за границей? А что я там буду делать? Я объясню. Это то же самое. Нет. Это невозможно. Почему? Потому что вы должны чувствовать пульс людей, которые здесь живут, и переживать вместе с ними все. Только тогда вы можете их чему-то научить. Если вы сидите за границей, будете их учить в жизни. Нет, это бред полный. Но за границей тоже есть наши люди. Очень много. Очень мало. И они все озадачены зацикливанием друг на друге. Эмигрантские тусовки это отдельный менталитет. У них совершенно другой менталитет, и для меня он неинтересный. Какой? Ну, провинциальный. Что вы вкладываете в это слово? Ну, это маргиналы, которые объединились друг с другом. Которые не миграю держатся друг за друга. Друг за другом они не у руля, не главные участники жизни в этой стране. Не сбоку. Даже с бабками. Они сами по себе. А в России они все даже самые бедные в Синоккороле. Они более свободные. Они 31 менталитет. Синоккороле. Продолжение следует...